здравствуйте уважаемые соотечники я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить что меня хорошо слышно сегодня я в эфире хочу обсудить ряд важных тем дать свои комментарии и первые тема это сегодняшний эфир будет являться возможность введения коллективных контракт контр санкций в адрес сша который сейчас обсуждает в евроазиатском сообществе как вы знаете против россии ряд стран применили коллективные санкции есть очень много санкций со стороны европейского сообщества но отдельно были санкции со стороны англии затем к ним присоединила сша и объем санкций сейчас разрастается и в ноябре ожидается второй этап мощных санкций и эти санкции именно они персонально отличаются от предыдущих санкций именно эти санкции связаны с тем что в англии было организовано покушение на скрипалей на семью и сейчас англичане в общем-то без проблем доказали что это все сделано руками российских спецслужб отравление семей скрипалей использовалась специальным газом который был еще изобретен в советском союзе это только россия обладает этой технологии это ядовитый газ и применение этого газа на территории другой страны нарушает конвенции которые подписала россия международной конвенции и собственно это привело к тому что сейчас англия сша и другие страны начали жестко применять различные политические и экономические санкции но вы знаете что совсем недавно когда только сша объявили о том что эти санкции начинают работать произошел обвал обвал российского рубля почти упал до 70 рублей за доллар затем следом начала падать тенге мы все находимся в едином евразийском сообществе и собственно падение рубля сразу тащит за собой падение тенге здесь уже это ничего не поможет я прошлый раз объяснял почему это происходит сейчас уже я хочу объяснить какие последствия будут последствия в том случае если евразийское сообщество четыре страны вдруг присоединятся к идее контр санкций со стороны россии против сша вообще даже само обсуждение возможность коллективных контр санкций в адрес сша это напоминает что ну показывает как бы наша страна уже в лице старого султана назарбаева делать самоубийственные шаги если бы он сам себя стрелял в головы и в ноги это его личные проблемы но фактически он сейчас тащит казахстан за россией который просто опозорилась перед всем миром посмотрите вот как российские спецслужбы телевидение так далее говорили что нет эти двое гравушников не имеет никакого отношения к тому что пытались от отравить семью скрипалей но шаг за шагом англичане публиковали данные и сейчас вся россия смеется над двумя разведчиками так называемым один из которых полковник героя россии и героя получил он за мобилизацию президента украины януковича то есть вот собственно вот чем его был героизм то что из поднародного гнева был выведен и увезен в россию президент украины янукович и вот один из таких героев был профессиональным убийцей скрипалей в англии и собственно сейчас это уже доказано показано найдены его фотографии что он полковник гроу россии и путин пытался их выгородить а в итоге когда был приперт стон к сенке вчера буквально заявил что скрипалей скрипалей это вообще подонок предать родину и так далее то есть фактически до этого были попытки их прикрыть и сейчас он расписался бессилий уже был вынужден вот таким своим димаршем подтвердить что да убийство за пределами россии совершается по команде путина и это делается руками спецслужб россии то есть фактически это как террористическое государство действует целое государство действует не просто как цивилизованного рамках межгосударственных соглашений конвенции а именно как бандитское государство и вот представьте себе что когда казахстан совместно с россией белоруссии армения с кыргызстаном начинает обсуждать возможность коллективной контр санкции в адрес сша то есть это что говорит о том что фактически наша страна согласно с тем что государство может быть выполнять бандитские функции и защищать людей не защищать государство а фактически исполнять роль террористической организации я для того чтобы показать масштаб того что происходит хочу озвучить те объемы сырья или там нефти или другого сырья который производит казахстан и что это значит в рамках мировой торговли значит доля россии мировом рынке составляет сейчас около одного процента ну и представьте себе что значит доля казахстана которая 10 10 больше чем 10 раз меньше чем россии это в доле мировой экономики сотые доли сотые доли вообще в мировой экономики а если говорить о нефти то это вообще там ничтожная часть и металлы и там все прочее все что казахстан производит мировой экономики это вообще ничтожные доли процентов вот и те около 90 миллионов тонн нефти которые производит казахстан мировая торговля это настолько ничтожное что-то тоже никто даже не заметит что есть такая страна казахстан и торгует нефтью или газом и вот представьте себе что например соединенные штаты просто качестве ответной меры которые действуют против россии сделать всего один единственный шаг например запретить всем компаниям американским ну и соответственно и косвенно кто связан с американским бизнесом покупать казахскую нефть и вот представьте что это сейчас нефть приносит стране какую-то экспортную выручку она ключевая экспортная выручка и вот эту нефть никто не будет покупать то есть фактически через два-три месяца страна просто развалится будет экономический коллапс вот что значит сила нашей экономики то есть она ничтожная ничего себя не представляет и представьте что медь не будет покупать цинк нефть газ и другие металлы то есть но вы понимаете это миллионы рабочих мест будет потеряны валютная выручка в страну не будет приходить это развал экономики страны вот какую игру вступает казахстан если начинает обсуждать вообще вопрос применения санкций против сша я даже не говорю о таких странах как крызстан армения белоруссии у которых вообще доля мировой экономики еще много раз меньше чем доля казахстана поэтому все те кто находится евразийском сообществе когда просто обсуждает возможность введения коллективных санкций против против сша это просто я считаю очевидное самоубийство почему сегодня тему я озвучил что охарда в любом случае все доведет до катастрофы но посмотрите что делает путин он шаг за шагом страну доводит до катастрофы полная изоляция полная изоляция различные экономические санкции политические санкции они только нарастают ситуация в стране ухудшается десятки тысяч людей выходит на акции протеста и путин фактически вынужден вводить дополнительные какие-то налоговые нагрузки на граждан страны чтобы как-то выкарабкаться из этой ситуации вот собственно дорожка и аэс которым участвует назарбаев поэтому обсуждение вот таких вот коллективных контр санкций и возможно их применение это фактически для страны шаг еще больший шаг пропасти вот это мы должны взять отлично понимать обратите внимание цена на нефть растет уже цена далеко за 80 шлада за баррель в середине прошлого года это средняя цена была на нефть 63 доллара за баррель в прошлом году она была ну в районе 55 и вот интересная вещь цен на нефть растут выросли больше чем в два раза относительно прошлого года вы можете сказать что жизнь казахстанцев в два раза улучшилась вы можете сказать что учителя учителя врачи и другие стали два раза больше получать причем не инфляционных денег а в твердой валюте вы можете сказать что у нас экономика страны на глазах прямо улучшилась потому что доходы страны два раза увеличились очевидно что нет вы можете сказать что идет улучшение тоже нет банки падают ставки высокий и какая бы цена нефть ни была у тех кто работает нефтяной отрасли зарплаты не растут опять же козлордах тюбе они мне пишут в районе ста 120 тысяч деньги заработной платы их но когда-то это когда курс был 120 это было 1000 долларов сейчас их зарплата должна была быть порядка триста шестьдесят четыреста тысяч тенге в среднем вы разве это видите относительно курс доллара и смотреть до курсов свыше 360 вот то есть ничего не меняется цена на нефть растет а ваша жизнь не меняется и меняется ничья жизнь очевидно что надеюсь вы все понимаете что назарбаев исчерпал любой лимит доверия доверие его обещаниям различным его программам 20 10 20 20 20 20 30 20 50 все это не сработает не сработает какие бы цены не были на нефть и сырье которые производят казахстан экспортирует за пределы страны ничего не поможет потому что все основные доходы но находятся в руках назарбаева его узкого окружения они не заинтересованы в том чтобы народ процветал нищий и бедный народ низко образованный им легко управлять и поэтому даже если произойдет смена власти ничего не изменится я имею ввиду смена власти когда классе предут члены его семьи или люди из его близкого окружения обратите внимание он начал сейчас активные поездки по регионам казахстана был в караганде был шимкенте был туркестане сейчас планируется поездка в ахтубе он будет объезжать вот короткие сроки практически все регионы страны и вы понимаете что если он так делает но представьте что человек в возрасте ему 78 лет и такие поездки дел для чего он делает поездки давайте мы это обсудим потому что я уже озвучивал что он готовится тому чтобы назначить дорогу назарбаеву человеком номер два стране назначить ее президентом страны самому при этом оставаться у власти ни у кого не должно быть иллюзии власть он при жизни никому не отдаст даже одной дочери он будет контролировать власть в статусе лидера нации и как руководитель совета безопасности страны до этого внесены поправки в законодательство конституцию и все будут продолжать ему подчиняться но вдруг с ним что-то случится власть должна остаться в руках членов семьи частности дорогие назарбаевы завтра 5 октября уже ахарта объявила о том что назарбаев собирается вы если выступить со своим посланием к народу казахстана и вы знаете что обычно назарбаев свои послания делать в конце года он как бы рассказывает о том какие задачи он ставит перед правительством что он собирается сделать в будущем году и вот собственно вот такие послания они преследуют именно такую цель в этом же году но сутан назарбаев послание решил сделать именно 5 октября я хочу объяснить почему он это хочет сделать именно 5 октября но и вы не забывайте что 5 октября октября это день учителя казахстане что планирует сделать сутан назарбаев он хочет сделать послание к народа к народу казахстана в качестве президента послание сформулировать таким образом чтобы когда будут объявлены досрочные выборы президента и по его мнению дариган назарбаева возглавит страну ну под ним скажем будет находиться тогда дариган назарбаев в качестве президента будет выполнять его волю его послание к народу который он хочет выдать так чтобы это было как бы на длительный период чтобы тот период во власти пока будет находиться даригана каждый раз говорила уважаемый ислана бишевич дорогой папа мы вот исполняем все твои поручения все твои послания к народу и будем и дальше исполнять ну как бы отчитываться то есть так вот такое знаете послание дорожка дорожная карта для своего народа и для своей дочери вот он символизировать хочет свое выступление при этом хочет сделать 5 октября день учителя поддержать как бы учителей на самом деле мы прекрасно знаем для чего это делается потому что именно учителя сидят в избирательных участках именно учителя участвуют фальсификациях на выборах поэтому он думает что сейчас он обратиться в том числе и к учителям и они будут поддерживать как до формировали к этому поводу что учителя потребуется в том числе и как мы видим тяжести но мы сейчас в этом году в частности мы видим что что учителя что это проходит вот я почему-то не понимаю сейчас когда мы ждем в Что планирует сделать Султан Назарбаев? Он хочет сделать послание к народу Казахстана в качестве президента. Послание сформулировать таким образом, чтобы когда будут объявлены досрочные выборы президента, и, по его мнению, Дариган Назарбаева возглавит страну, под ним будет находиться, тогда Дариган Назарбаев в качестве президента будет выполнять его волю, его послание к народу, которое он хочет выдать так, чтобы это было на длительный период, чтобы тот период во власти, пока будет находиться Дариган, она каждый раз говорила «Уважаемый Султан Абишевич, дорогой папа, мы вот исполняем все твои поручения, все твои послания к народу, и будем и дальше исполнять, ну как бы отчитываться». То есть такое, знаете, послание, дорожная карта для своего народа и для своей дочери. Вот он символизировать хочет свое выступление, при этом он хочет сделать 5 октября, День Учителя, поддержать как бы учителей. На самом деле мы прекрасно знаем, для чего это делается, потому что именно учителя сидят в избирательных участках, именно учителя участвуют в фальсификациях на выборах, поэтому он думает, что сейчас он обратится в том числе и к учителям, и они будут поддерживать, как до этого поддерживали. Все его фальсификации безмолвно молчать будут и просто подбрасывают в бюллетени те самые протоколы, которые нужны именно самому Султану Назарбаеву. Поэтому завтра Назарбаев ничего нового не скажет. Вы помните, весной было Ахардой анонсировано экстренное выступление Султана Назарбаева, там что-то такое он скажет, важное, и все гадали, и кто-то говорил, неужели, неужели он отдаст власть? Этого не произошло. Завтра тоже особых новостей не будет. Он выбросит завтра очередную лапшу, которая не имеет никакого смысла, никакого наполнения, но которая будет средством массовой информации миллионными тиражами распространять и будет говорить, о, какой он великий, такое умное послание сделал к народу Казахстана. Ничего умного в этом послании не будет. Важно другое. Важно то, что это послание будет действительно последним, последним посланием Нусултана Назарбаева в качестве президента страны. И сейчас он надеется и ориентируется, что новым президентом страны будет Дарига. И начиная вот с октября, ноября и так далее, начнется интенсивная подготовка к выборам и назначение на должность президента страны Дариги Назарбаевой. Мне некоторые говорят, а вдруг он не объявит досрочные выборы. Ну, во-первых, вы знаете, что досрочные выборы он объявлял всегда. Ни разу не было в истории выборов президента так, чтобы они проходили в срок. Как минимум за год раньше срока он проводил выборы президента. И поэтому, ну вы понимаете, если выборы состоятся в 2020 году, как минимум в 2019 году он должен провести выборы. Но вы же видите, как он плохо ходит. Вы видели, наверное, видео, как в Таджикистане он перемещается. Он очень плохо ходит, хромает, его держат за руки. Он выглядит неважно на самом деле. Поэтому досрочные выборы неизбежны. Максимум, что он может затянуть, это до Наурыза, март 2019 год. Вот это максимум. Но в реальности он планирует провести сейчас. И, конечно, наша активность, наши выступления, наше обсуждение проведения досрочных выборов сильно ему мешает. Сильно ему мешает, раздражает. И вы знаете, чтобы вот как бы нас опровергнуть, Ахардо постоянно будет искать возможность провести как бы в такие даты, которые мы не озвучили, не предупредили всех о том, что Назарбаев хочет провести досрочные выборы. Вообще нам выгодно, чтобы Назарбаев оставался у власти, дряхлый, старый, плохо управляемый. И это его слабая позиция только нас усилит и усилит возможность, скажем, добиться мирной смены власти, именно организовывая выступления протестующих по всей стране. Мы это время найдем. Власть этот повод нам даст. Ни у кого не должно быть сомнения, что что бы ни делала Ахардо, действительно все в итоге закончится катастрофой. Потому что уже режим настолько неорганизованный, настолько тупой, что ничего уже невозможно исправить. Исправить можно только в том случае, если произвести полную смену режима, полную смену политической системы, построение парламентской страны, и чтобы реально именно народ контролировал власть в стране. Посмотрите, что вообще происходит. Идут неуправляемые процессы. Я здесь несколько слов хотел бы сказать о процессе над бизнесменом Искандером Ерембетовым. Вы посмотрите, какие бездарные, тупые следователи участвовали в фабрикации уголовных дел. И они его обвинили в том, что якобы он завышал цену своих услуг, услуг вертолетной компании. То есть, даже вчера следователь на процессе объявил, следователь Арыб, что маржа, так то есть прибыль фактически, бизнесмена, это является хищением. Получается, все те, кто работают в бизнесе, магазины, рестораны, барахолки, торговые центры, даже государственные компании, которые делают свою наценку, так называемую прибыль, они все являются преступниками, по версии следователя. Вот следственная группа во главе с Перовым, вот этот следователь Арыб, они вообще четко объявили, маржа есть хищение. Вы представляете, это какой удар по всей системе, которая строилась годами, когда Назарбаев объявлял о том, что у нас рыночная экономика, свободное ценообразование, что путем конкуренции формируется, затем рыночная цена того или иного товара, и вот такие следователи нанесли удар по всей рыночной экономике страны. То есть, пытаясь фактически опорочить бизнесмена, посадить, оказать давление на его сестру, которая является правозащитником и юристом, живет за рубежом в Бельгии, имеет защиту, политическую защиту, политическое беженство в Бельгии, с попыткой затравить ее, чтобы она дала показания против меня, власть пошла просто на беспрецедентные меры, когда фактически деловую деятельность была объявлена преступлением и преступностью. Это системная вещь. Если кто-то думает, что это касается только одного Ерембетова, он ошибается. Это нарушаются международные соглашения. Это все бизнесмены в один день становятся преступниками, включая близких родственников Назарбаева. Эти соглашения подписаны даже всемирной торговой организацией. Любые взаимоотношения, касающиеся деловых отношений, о защите инвестиций в Казахстан. Любая иностранная компания, которая сейчас осуществляет деятельность на территории страны, тоже является преступниками в соответствии с всеми последними следственными действиями этого агентства по борьбе с коррупцией. Вы представляете? Группа коррумпированных глупых следовательно нанесла сокрушительный удар по всей системе, которая строилась годами внутри нашей страны. По всей системе. Почему я и говорю, что Ахарда в любом случае все доведет до катастрофы. Я уже говорил, что у Назарбаева сейчас отказали нервные окончания. Вокруг себя собрал людей, которые не могут произнести ни одного звука, которые просто подчиняясь его желаниям готовы вообще все перечеркнуть, включая свое образование, знание, понимание жизни, квалификацию. Все для того, чтобы решить какую-то политическую задачу. И, собственно, все это доводит страну до катастрофы. И все это произойдет в ближайшее время. В ближайший год мы будем, к сожалению, свидетелями и участниками серьезного ухудшения экономической и политической ситуации в стране. Ни за Назарбаев, ни его политическое окружение уже не в состоянии все исправить. Я уже много раз говорил, что не нужно ориентироваться, что с приходом дороги или ближайшего окружения Назарбаева во власть будут какие-то изменения. Они не будут изменения. Почему? Потому что если народ молчит, если народ пассивный, если народ не борется за свои права, то политической верхушке нет смысла менять политическую модель управления страной, нет смысла прекращать воровать. Вообще, если этот народ устраивает, то почему политическая верхушка должна менять модель управления страной? Задумайтесь. Как они должны определить, что народ недоволен? Только тогда, когда будут массовые протесты, когда будет борьба, когда народ будет бороться за свои права, только тогда будут изменения. Вы посмотрите, что происходит в Армении. В Армении сейчас тоже идут серьезные изменения. За короткое время нынешний премьер-министр Армении Пашинян сумел достаточно много сделать. Вы, наверное, наблюдаете. Нет, забейте гугл по Армении и увидите. Но надо понимать, что парламент до сих пор контролировался именно предыдущей властью. Они просто были вынуждены подписывать тельные законы, менять тех или иных министров под давлением нынешнего премьер-министра, потому что за ним стоит народ. Вот, собственно, в этот раз этот парламент попытался отстранить нынешний премьер-министра Пашинян от власти. Что произошло? Опять десятки тысяч людей вышли на улицы, заблокировали здания парламента. Около 70 депутатов фактически были заперты в здании парламента. И вот под таким давлением они сдались. И Пашиняну удалось отправить в отставку еще шесть министров, которые не выполняли народную волю. Вот, собственно, все это происходит мирным путем. Именно тогда начинается меняться и происходят изменения, когда народ массово поддерживает эти реформы. И до тех пор, пока наш народ именно не будет вести себя, как народ Армении, никаких перемен ждать не имеет смысла. Вообще ждать не имеет смысла. Только действовать. Просто простое ожидание ничего не даст. Мы должны готовиться к этим переменам. Перемены, они неизбежны. В конце ноября будут новые санкции США и новая волна кризиса произойдет в России. Рубль начнет меняться. Даже цена на нефть, если она будет расти, как прогнозы сейчас говорят, это не сильно спасет Россию. Рубль будет девальвироваться, соответственно, будет девальвироваться тенге. Но я уже говорил, что мы очень сильно завязаны на России экономически. Потому что Казахстан за фактически 30 лет правления на султан Назарбаева не смог построить диверсифицированную экономику. Мы только поставляем сырье, все остальное импортируем. И если говорить о каких-то контрсанкциях, то есть вводить какие-то пошлины и все прочее относительно импортных товаров, то есть мы будем тогда в этом случае стрелять сами себе в ноги. То есть тогда эти товары просто автоматически подорожают для нашего потребителя. Зарплата останется прежняя, но товары снова вырастут в цене и опять будет ухудшение жизни наших граждан. Нам, как политической организации, представляющей народ, надо быть готовым к этим изменениям. Протестное настроение, я уверен, вы все прекрасно владеете информацией, только нарастают. Ситуация изо дня в день идет к ухудшению. Никакие высокие цены на них ситуацию не исправляют. И в любом случае этот режим сделает ошибку. Первая ошибка будет в том, что Назарбаев попытается назначить Дарегу. Это одна из таких крупных вакций. Это будет являться крупной ошибкой. Если он власть не передаст, то с ним может такая же ситуация случиться, как Карима Масимова. Тогда к власти придет, например, Карим Масимов, глава спецслужб. Что тоже не очень хорошо будет. Ничего не изменит, не улучшит. То есть я хочу сейчас сказать, что мы стоим на пороге глобальных изменений. И мы должны быть готовы к этим глобальным изменениям, готовиться серьезно. Вот я здесь вижу, у меня комментарии спрашивают, минимум сколько человек должны выходить на площадь с каждого города. Мы сейчас, вот именно сейчас, должны выводить на акции протеста в каждом городе минимум по, это небольшие города, свыше тысяч человек, а в таких городах, как Алматы и Астана, минимум по пять тысяч человек. Это просто тренировка. Но если мы хотим добиться перемен, если мы хотим добиться мирной смены власти, суммарно по стране нас должно выходить минимум полмиллиона. То есть фактически в таких городах, как Алматы и Астана, по пятьдесят тысяч человек, и в других городах по 5-10 тысяч человек. Это во всех областных центрах и крупных городах численностью свыше 100 тысяч человек. Вот к чему мы должны стремиться. Я много раз уже говорил, что не должно быть так, чтобы в одном городе, в Астане, все должны туда ехать. Это ошибка. Акции протеста должны происходить во всех городах страны, чтобы полиция не могла сконцентрироваться в одном городе. В Астане отдельно, в Алматы отдельно. Просто количество людей в этих городах должно быть значительно больше, чем в региональных. В Алматы и Астане должно быть не меньше 50 тысяч человек в каждом городе. Это абсолютно реально. В Алматы живет около 2 миллионов. В Астане, как говорит Назарбаев, живет не меньше миллиона. Но неужели мы не соберем по 50 тысяч человек в каждом городе? Поэтому, ребята, мы должны готовиться, быть активными. Вы знаете, сейчас у нас команда WhatsApp распространяет довольно много. У нас должны быть наши представители по всем регионам страны, по всем. Во всех крупных и средних городах. Именно наши политические организации имеют четкую политическую платформу. Мы будем устроить парламентскую республию, во-первых. Во-вторых, временное правительство в течение полугода, пока не будет в стране депутатов и других органов власти, будет управлять страной. Будет назначать временно исполняющих акимов. Временно будет работать парламент, точнее правительство, до тех пор, пока не будет избран новый парламент. Новые депутаты придут в парламент и изберут новое правительство. И именно мы, как политическая сила, демократический выбор Казахстана, четко расписали, куда будет развиваться наша страна. И как будет идти процесс перераспределения власти. Будут избираться акимы на местах. Будут назначаться члены правительства, парламентом. Именно мы единственная сейчас политическая сила, которая пугает власть. Именно против нас развернута масштабная борьба со стороны действующего режима. И именно тогда, когда работает чат ДВК, когда идет прямой эфир, именно нас глушит этот режим. И вы должны понимать, если бы нас не боялись, власть бы ничего бы такого против нас и не делала. Еще раз, мы единственная политическая сила, в которой в состоянии перехватить органы управления в стране. Все наши сторонники должны это четко осознавать. Поэтому, ребята, привлекайте как можно больше сторонников. Даже если кто-то боится работать в чате, я знаю, сейчас идет поэтапное уменьшение численных штатов. Но это не проблема, потому что, во-первых, это отключает, убирает из чата телеграмм. Если полгода кто-то был неактивный, не писал, не участвовал, просто автоматически идет их, скажем, вычищение из телеграмм. Это не проблема. Самое главное сейчас на данном этапе нашего развития является создание ячеек демократических выборов Казахстана по всей стране и взаимодействия со штабом ДВК. Поэтому давайте взаимодействовать, давайте действовать. Присылайте свои предложения, замечания, идеи, программы, как нам развивать нашу организацию. На сегодня я свой эфир завершаю. Сау Волгсдар. До встречи в следующем эфире.